Политолог Пулитцер для Wall Street Journal и Knight Знаковые награждения. Радия. Спутник. Политолог Пулитцер для Wall Street Journal и Knight Знаковые награждения 11.4. Фото, официальный сайт Пулитцеровской премии и медаль Пулитцеровской премии. Фото, официальный сайт Пулитцеровской премии Американские издания The New York Times и The Wall Street Journal Получили Пулитцеровскую премию за расследование в отношении президента Дональда Трампа. Политолог Юрий Светов в эфире радио Спутник отметил, что именно с этими изданиями Трамп больше всего полемизировал. 3 апреля, 8 часов. Фейк это уже не стыдно? Как солгать и получить при за российском вмешательстве в американские выборы так много сказано, что посольство России в США решило провести конкурс на лучший материал по этой теме. За неимением в Соединенных Штатах нормальной аналитике придется выбирать лучший фейк. Газета The New York Times получила Пулитцеровскую премию за материалы о финансах семьи президента США Дональда Трампа, сообщили организаторы награждения. Премия присуждена за репортажи, которые опровергли заявление Трампа о том, что его богатство заработано с нуля, а также раскрыли детали о бизнес-империи, обременены многочисленными случаями уклонения от налогов, говорится в решении жюри. Газета The Wall Street Journal получила награду за серию статей о том, что женщинам, которые сообщали об интимных связях с Дональдом Трампом, платили за молчание. Этот эпизод использовался противниками Трампа как аргумент для призыва к его импичменту. Пулитцеровская премия присуждается с 1917 года и является наиболее престижной в области журналистики в США. Как отметил в эфире радио «Спутник», политолог, журналист Юрий Светов, именно с этими изданиями Трамп больше всего полемизировал. Очень часто американские журналисты получают пулитцеровскую премию за разоблачение всяких историй, связанных с высшими руководителями страны – это общая тенденция. Но в данном случае понятно, что они получили премию как выражение поддержки, со стороны американского журналистского сообщества «Ред». Именно с этими изданиями постоянно полемизирует Трамп, именно их обвиняет в том, что они производят фейковые новости. Вот журналистское сообщество ответило ему, что считает, что в настоящее время это самый правильный путь, по которому надо идти. Поэтому это знаковое награждение. Посмотрим, будет ли с ними по этому поводу судиться Трамп, сказал Юрий Светов. 6 сентября 2018 года, 17.31, не дня без строчки. На Трампа СМИ спустили всех крыс. Президент США еще не все известное ему синонимы к понятию «лощь» перечислил, оценивая скандальную книгу Баба Вудворда из The Washington Post. А уже приходится подбирать слова к анонимке в The New York Times, где по сути все то же самое. Субтитры создавал DimaTorzok